здравствуйте дорогие друзья здравствуйте грибоведы здравствуй леночка и николай дорогие друзья всем добрый вечер добрый вечер сегодня у нас седьмой выпуск из цикла ответы на вопросы на ваши вопросы дорогие друзья и прежде чем задать первый вопрос я хотела бы все-таки уточнить потому что некоторые не поняли где же их лучше всего задавать пожалуйста если есть вопросы любые всякие не стесняйтесь и задавайте прямо после последнего выпуска наших бесед я их когда готовлюсь к следующей передаче я беседы все просматриваю естественно больше всех вопросов под последним выпуском так что прошу и первый вопрос рзн спрашивает вы уже почти члены нашей семьи мы даже с вами завтракаем елена и николай а кем вы друг другу приходитесь постоянный вопрос да ну мы приходимся друг другу троюродным братом и сестрой поэт родственники вот спрашивают еще а кто такой андрей мег андрей мег мой муж то есть вот мой друг соавтор соратник ну и по совместительству троюродный брат андрей вот я надеюсь ответила на вопрос да куда уж подробнее будем надеяться что таких вопросов больше задавать не будут но если зададут снова ответить елена фролова спрашивает здравствуйте дорогие грибоведы хочу задать несколько вопросов были ли у вас случае отравления грибами правило грибника не знаешь не бери а как же тогда решиться и попробовать случаев отравления грибами у нас не было ни разу да потому что мы не бесшабашные не безбашенные люди мы не пробуем то что мы не знаем прежде чем попробовать и ввести новый гриб в обиход много читаем смотрим в интернете как-то так вот пытаемся понять это тот гриб или не тот и только потом пробуем но иногда понравится если попробуем а иногда и нет иной раз проходит несколько лет перед тем как решится даже несколько 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 так вот такое было у нас с мухомором серо-розовым или как на украине вот нам подсказать маримуха его называют вот мы так от одного слова мухомор уже как-то становилось не по себе потом до несколько лет решались попробовать мухомор красный тоже как-то так ведь это с детства понятно что это ядовитый гриб ну вот а потом когда узнали что в соединенных штатах он относится к условно съедобным и после отваривания из слива воды его можно использовать в пищу ну как-то решились здесь вопрос то в том что определять мухомор особенно красный абсолютно трудно ошибиться вот он и есть мухомора кажется невозможно да но что трудно да но решится его съесть ну вот если честно не понравилось на зонтики тоже не сразу не первый год до присмотрели сначала почитали про дни и стали пробовать но я не говорю про такие мелкие грибы как например там чешучетки разнообразные вот например чешучетка обыкновенная да казалось бы всем понятный гриб ошибиться трудно но тем не менее это уже прошло год или два прежде чем мы решились его попробовать так что еще раз повторю что мы несъедобные грибы едим ядовитые тем более едим но опробуем только то что знаем а чтобы знать надо читать книжки смотреть интернет и как-то думать до советоваться с другими людьми какие вот да вот такой же был случай у нас с желчным грибом с горчаком когда мы только от двух людей услышали что они их собирают и едят после сушки думаем надо и нам мы думать ладно мы попробуем и когда попробовали поняли ого вкусный ароматный нормальный сушеный сейчас мы его берем постоянно тем более что еще подтвердились его лечебные свойства были медицинские исследования и так далее воспринимаем еще не просто как вкусный гриб а еще как средства против вот вируса гриппа вот там и прочее кстати о гриппе хорошо и у елены фроловой ой ольги фроловой третий вопрос очень хочу два экземпляра вашей новой книги и один экземпляр старой то есть первой готова внести аванс подскажите как получить в москве ваши книги спасибо второй книги еще нет натурально так что мы вторую книгу дописываем вот а уж теперь будет зависеть от издательства когда она появится в свет ну а чтобы получить первую книгу можно к нам написать на николая почту и мы вышли стоимость книги плюс стоимость почтовых расходов получить на почте можно потому что где-то там искать по магазинам это довольно трудно а потом там вот по сумме будет то же самое но это раз и второе есть есть такая мысль но это непонятно будет или нет что где-то с первого первого июня будет на красной площади большая книжная ярмарка издательство собиралась туда приехать и привести свои книги и где можно в москве может быть на красной площади может быть и мы приедем но это еще все в далеких планах а на сегодня просто напишите на почту мы уже потом адрес попросим точный пошлем почту и вот и все в любой населенный пункт россии любой абсолютно мы куда только не посылали по россии с севера на севере сургут на юге краснодар сахалин сахалин это на востоке а на западе куда посылали по австрию даже посылали так что всякие разные у нас бывают адреса и ко всем доходит все получают и в других государствах даже тоже только стоит дороже чем в россии не печальтесь ольга пишите лес лариса пишу по поводу зеленушек я из херсона в сосновых посадках их много собираю и знаю о них давно моя мама работала микологом и от нее я знаю что этот гриб условно съедобен его вымачивают а потом делай с ним что хошь сейчас не беру его так как заметила что долго валандаться с ним в воде вредно начинает тошнеть и кружит голову как я понимаю из-за настоя вытяжки в воду некоторых условных ядов мой совет не есть людям с проблемами с печенью а вы что думаете мочат только для того чтобы не было песка насчет того что головокружение и прочее и прочее ну это наверное фантазии автора потому что мы сами сколько бы не работали с зеленушкой люди которые зеленушку употребляют ни разу с таким эффектом не сталкиваются индивидуальная непереносимость индивидуальная непереносимость скорее вполне может быть что у этого человека просто своя непереносимость индивидуальная насчет зеленушки а так это прекрасный вкусный гриф если нет песка как у нас часто она в обху растет там песка вообще нет то ее можно сразу жарить не вымачивать не отваривать ну я насколько поняла речь о вымачивании не идет речь идет от тщательной промывки от песка да вымачивать для того чтобы вот этот песок песок отошел чтобы не скрипела на зубах не скрипел потом на зубах этот песок вот только для этого а то что там яды вымочить где там ядов во-первых нет а во вторых это если есть вот в последнее время появились сообщения что зеленушки вызывает рапдомиолис рапдомиолис правильно вот мы об этом говорили в одной из наших передач и если надо так вот посмотрите подробнее андрей кульжик спрашивает ну во первых он ждет вас в беларусь жилье и гостеприимство он вам обеспечивает а также ждет новых выпусках фильмов и сюжетов хотя и предыдущие просматривая с большим удовольствием по нескольку раз его вопрос вот такой чеснок в груздях не сбивает ли он вкус и когда ведь постоит сам запах чеснока сильно слышен что вы можете сказать во первых груди есть разные есть грусть белый грусть желтый грусть черный грусть тенеющий грусть перечный и так далее грусти много разных они все по разному ощущается на вкус по разному пахнут и по разному солятся вот предположим белый грусть не требует никаких добавок желтый грусть тоже или совсем ничего или вот чуть-чуть мы например любим черный грусть в котором чеснока довольно много и тут дело индивидуальное вот кому что нравится то кто и делает ну и потом замечено что чеснок открывает вкус гриба он его не забивает допустим вот укроп все-таки он уже более сильно действует вот а чеснок про лавровый лист и говорит да ну вот а вот чеснок ну опять же все зависит от количества наверное ну да вот если чересчур много да будет его слышно а так он просто подчеркивает ароматы ну еще раз повторю кому что он нравится если не нравится да не колдите вот и все евгения старожок елена а чем полезен чай из иван-чая немного расскажите про вкус что он вам напоминает про что иван-чай чай из иван-чая на вкус какой ну хороший на вкус ну его надо ферментировать потому что просто высушить листья это как-то вот мы пробовали ну ничего особенного трава если его ферментировать а потом высушить ну нормальный как любой чай полезность или вредность честно скажу не знаю потому что иван-чая сейчас продается ну по крайней мере у нас в Череповце полным полно всякого со всякими добавками разным способом заготовленного и так далее мы собираем только для собственного употребления все и бизнеса никакого на этом не делаем но мне напоминает запах вот иван-чая когда нюхаешь такой аромат яблочный кто-то говорит больше грушу напоминает кто-то карамельный там же еще очень много насколько я понимаю зависит от температуры высушивания потому что как-то меня угощали очень-очень темным горячим горячее они его сушили и он во-первых заваривался очень темный как черный чай а то что вот я сама для себя собираем и мы пьем он как зеленый заваривается светлей все настолько разное от рецептуры да все зависит от рецептуры от способа заготовки мы специально ничего не делаем с иван-чаем мы для себя только собираем заготавливаем и все но она и спрашивает про вкус нормальный чайный чайный вкус старожук Евгения вопрос еще варенье из рябины для чего и от чего для чего для вкуса от чего не знаю потому что мы его собираем и варим именно для вкуса очень вкусно рябина с яблоками например красная рябина да уточни пожалуйста красная или черная красная рябина ее собирают и надо обязательно вымочить потому что иначе она горькая вот это по моему миф что если подморозить рябину то она будет сладкая мы ее пробовали и подмороженную в живом виде прямо на дереве и замороженную в морозилке она не становится слаще а убирает эту горечь вымачивание причем пена пойдет как на грибах вот да и цвет обменяется вымоченная вот когда вымочишь ее сваришь особенно с яблоками очень вкусно просто вкусно ароматно и вообще потрясающе ну вы же варите еще варенье из черноплодной рябины да варенье из черноплодной ну я черноплодной вот последний раз делала с яблоками ну как то так вот хуже чем красное хуже чем красное да конечно красное интереснее богаче богаче вот гамма вот всяких вкусов там а можно я похвастаюсь похвастаюсь я в этом году с Леной Лена мне помогала я собирала красную рябину я ее заморозила и потом делала вино первый раз в жизни вот вот вкусно получилось очень очень вот вино да все хвалят вино из рябины так что продолжайте Люба продолжайте причем это не настойка нет это вино это вино я делала его по рецепту миколога нашего уважаемого Михаила Вишневского да Михаила Вишневского прямо из книжки взяла рецепт и четенько по нему сделала вкусно очень очень Надежда Боровкова спрашивает вопрос о красной книге я не понимаю какой вред можно принести грибнице если сорвать ее плод это то же самое что сорвать с редкого дерева листок цветок с редкого растения и так далее большое спасибо вашему каналу за просветительскую деятельность ну во первых спасибо нашим оценителям понимающим людям которые очень позитивно отзываются о нашем канале а во вторых вот какой вред грибнице да честно говоря никакого потому что грибница мицелий он в земле и на поверхности его нет и самый лучший способ сохранить гриб это не вытаптывать грибницу это не рубить леса это оставить вот именно место для существования грибницы а это то что мы видим наверху это только плод вот ну по сути по сути красная книга написана для местных властей чтобы те сохраняли вот этот ареал ну вот это место произрастания произрастания да а сама срезка этого гриба забирание его с собой она даже вот с точки зрения вот биологии она даже способствует распространению почему мы берем этот плод мы его все дополнительно где-то просыпаем споры потом возле дома где-то когда его почистили съели и мы выкинули эти останки то есть вероятность что он и здесь где-то приживет резко возрастает чем если просто гниет в лесу вот а совершенно верно да даже представим себе на минутку что одно единственное дерево в мире которого больше нигде 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 нет и вот это дерево дает плоды ну так и почему нельзя с него брать почему с него нельзя брать плоды мы наоборот берем мало ли чего и вот косточка унесенная куда-то она вдруг проростит и будет уже два дерева в мире так же и с грибами спасибо Ирина дядечко вопрос на этот раз про сыроежки знаю что есть несъедобные виды этих грибов но они горчат а если сыроежки которые несъедобные но на вкус приятные как отличить друг от друга эти виды или нужно сдать каждый в лицо во первых все сыроежки не ядовиты любые если она только горчит она считается несъедобной вот в таком сыром что ли виде если ее отварить она становится съедобной но во-вторых любая сыроежка любая абсолютно она если горькая она все равно съедобная то есть таких вот нет нет понятия несъедобная сыроежка ну по крайней мере это вот в наших лесах булами железных в черепоевских лесах и вологодских лесах нет таких несъедобных сыроежек ну вот приходят в сообщение вот наши друзья из Голландии говорят что мы то собираем там и вот очень похоже на ваши но говорит сколько бы мы их не варили горечь сохраняется и поэтому мы ее не берем я говорю так вы пробовали да сколько говорит раз варишь 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 даже промыли пробуем а насколько то есть может быть в Голландии какие то свои виды а вот что касается северных сыроежек среди них ядовитых нет ну и считается вот это вот рвотное да и то она после отваривания в принципе ничего ну нормально можно ее использовать другой вопрос что она такая хрупкая что смысл в общем то живет и живет в себе вот это вот про сыроежки следующие вопросы их два я зачитаю сразу потому что они об одном и том же лунг лунг спрашивает вернее говорит о том что надо книгу в электронном виде издать тогда распространять проще будет и снежная зима его поддерживает уже вопросом скажите пожалуйста есть ли ваши книги в электронном виде если да то очень бы хотелось приобрести если нет то можно бы как-нибудь подумать над этим вопросом многие я думаю хотели бы приобрести у вас книги минуя почтовые недоразумения особенно проживающие за пределами россии вообще-то права на книгу сейчас у издательства издательство этим занимается и вот если они соглашаться какую-то там электронную версию выпустить и продавать ради бога мы не против но еще раз повторю что права на книгу пока у издательства и мы в общем-то мало ли что планируем будем смотреть что у нас решит издательство хотя договор у нас срочный сроки определены до какого там года эти права будут принадлежать издательству ну пока это это время еще не наступило еще несколько лет ждать там будет ну тогда я присоединюсь к нашим почитателям к вашим почитателям и попрошу задать этот вопрос в издательстве в общем зададим сейчас вторую книгу сделаем вы будете издавать вторую книгу задайте пожалуйста этот вопрос мы поднимем обязательно над над прочитала недавно что масленок единственный гриб который не переваривается нашим организмом ну то есть как зашел так и вышел собираем давно чищу шляпку мариную и все едят вкуснятина неужели это правда что он бесполезен но эстетически хорош ведь и там у читателей разворачивается беседы друг с другом беседуют по этому поводу Елена Лосева пишет про все грибы говорят что они не перевариваются и в то же время целая система лечения грибами особо и не изучают это в нашей стране наверное все дело как каждый лично к этому относится и дядя Димыч пишет микологи говорят что люди слишком мало по времени едят грибы эволюционно мы еще толком не научились их переваривать и извлекать из них полезные для нас вещества самые с точки зрения полезности для человека сушеные а самые менее маринованные там уж точно что зашло то и вышло только как закусочка хороши а вы что скажете мы скажем насчет полезности и вредности грибов во-первых это дело сугубо индивидуальное то есть кому-то никак грибы не идут даже у северных народов нет даже фермента для переваривания грибов я уже говорила когда-то что лопари лесами они вообще не могут есть грибы и потому что хотя их много там растет они не усваиваются агонизмом так и люди некоторые может просто не усваивают грибы теперь насчет полезности и вредности маслят ну я по крайней мере последние сорок пять я играю маслята и они мне нравятся в любом виде насчет того что они не перевариваются я от вас впервые слышу ну я читала такое мнение что маслята якобы нельзя сушить что их не размочить потом что они в сушеном виде вообще стеклянные какие-то вот до сих пор тоже до тех пор еще когда книжку не читала я знала что маслята прекрасные грибы для сушки единственное что вот эту пленочку надо снять когда сушишь вкус превосходный размачивать да отлично размокают никаких проблем как все другие грибы я не знаю как уж так надо сушить чтобы размачивать долго у нас грибы где-то до 15-20 минут размокают прекрасно теперь что касается сушеные самые полезные вряд ли наверное самые полезные это холодным способом засоленные грибы там находится ферментация вот там разрушаются эти хитиновые оболочки клеток и в результате грибы гораздо легче усваиваются а чтобы сушеные грибы хорошо усваивались их рекомендуют измельчить вот пока еще не сняли фильм я дома варю все время суп из сушеных грибов которые намачиваю они немножко помокнут а потом размалываю и они очень хорошо себя мало того что отдают весь свой вкус хорошо себя ведут ну это получается суп-пюре а потом насчет насчет этого переваривания ну в грибе что у вас какие важные вещества есть есть там белки жиров практически нет но там в них в них есть минералы то что нужно организму раз экстрактивные вещества которые улучшают секрецию желудочных соков и прочее вот витамины есть ну и плюс разные алкалоиды если это нет ну если это в сыром виде поэтому может быть не усваивается вот это самых вот этой хитиновые оболочки вот эти а остальные части гриба они все остальное доступно конечно они доступны вот ну и да если их размалывать так доступ к доступ к этим веществам упрощается а когда говорят о том что маринованные вообще ну конечно китайские маринованные грибы где слышат только уксус они малосъедобные это точно а маринованные грибы в которых ну совсем немного уксуса они более съедобные но с этим я соглашусь что это маринованные грибы это пища более тяжелая а самые легкие это именно соленые холодным способом грибы которые не подвергаются термической обработки они только холодный способ имеется ввиду и они усваиваются хорошо прекрасно следующие вопросы их несколько вопросы про зонтики Екатерина Оставьева спрашивает а какие заготовки вы из них делаете был подобный вопрос но Леночка опять пожалуйста но опять мы сушим самое простейшее мы сушим и они наиболее вкусные сушеные а потом уже чего хочешь делай сушеных можно котлеты добавлять можно суп варить можно даже размочить жарить кому как нравится ну и зонтиков никогда не бывает много вот сколько бы мы не заготавливали в сушеном виде они все уходят абсолютно поэтому особо не извращаемся следующий вопрос про зонтики спрашивает что будете делать с ножками ножки тоже можно сушить они очень жесткие волокнистые поэтому вот просто так их пищу употреблять не хочется а вот сушеные их можно размолоть на кофемолке например и вот порошок он идет супы в какое-нибудь здоровье блюдо блины вот я знаю там которые готовят блины с зонтиками вкусно да и можно всячески добавлять употреблять ну как угодно потому что вот это размалывание в кофемолке дает возможность все их проживать и хорошо усвоить дополнить только что храним сушеные ножки в цельном виде да сушили и они в цельном виде хранятся а размалываются непосредственно перед приготовлением пищи потому что если заранее это сделать порошок быстро все-таки теряет ароматические вот эти вещества пробовали как бы впрок да впрок сделали а потом что-то он не то так вот сушеные ножки хранятся в стеклянных банках в цельном виде потом достал этот пучок это пучок вот если внешне выглядит как перья да вот их можно разломать там на части засовывать да да перед едой размалывается вот этот пирожок свежемолотый получается идеально вот он вкусный ароматный как настоящий зонтик вы практически ответили на вопрос ларисы бель а то она спрашиваешь о том что вот сушите целиком а потом как употреблять в пищу но вы вот все рассказали вот я думаю что добавить нечего целиком это мы сушили ну как порядка эксперимента скажем а пришли к выводу что лучше всего руками разорвать на сегменты и они быстрее высыхают и самое главное пролезают в горлышко банки для хранили да ну вот этот случай с цельными с цельными шляпками он какой был что нам поступил заказ а можно ли цельные шляпки вот и потом чтобы они не разламывались прямо в таком же виде нам это предоставить что для того чтобы изготавливать пиццу на вот цельной шляпке зонти прямо на этой шляпке да вместо теста вместо основы да 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 вот вот мы это как раз и делали вот ну и не понравилось совершенно не понравилось настолько это муторное занятие вот цельные вот поэтому лучше его разорвать на сегменты где-то ну шляпку на шесть-восемь сегментов он ну и ввиду чтобы в банку потом проходила это все да вот а пицца на целом зонтике вообще не вкусная честно говоря не вкусная и потом сама вот эта шляпка она какая-то очень волокнистая получается не разгрызть даже и вот это как-то никакой радости не приносит поэтому в таком виде зонтик на наш взгляд употреблять не стоит и над над еще спрашивает про зонтики можно ли их перепутать с другими грибами ну это в наших краях очень трудно а точнее невозможно ну вот можно перепутать вот зонтик пестрый с зонтиком красным или пестрый с белым зонтиком но они все большие то есть вот размер ладони с растопыренными пальцами это минимум а то так бывает его мерили специально 33 сантиметра вот такой ну на сковородку даже не положить целиком и вот такие огромные грибы высотой больше 30 сантиметров и растают как их можно перепутать с чем-то это очень трудно вот но есть вот свинцово-шлаковый мы же говорили на это свинцово-шлаковый зонтик да у него зеленовато-серые пластинки оливково-серые прям видно что это другой гриб вот ну посмотрите на пластинки да вот у этого зонтика у пестра у него пластинки кремовые а у того зеленые зеленоватые халатные ну и говорят мы сами не пробовали но говорят что он горький вот кто его знает может и в самом деле он горький но мы его не мы его не встречали мы знаем о его существовании но у нас не встречали вот вот в штатах там довольно таки вот а так зонтик вот как-то нельзя ли его например с липиотой щитковой или с липиотой грибенчиной перепутать ну это надо быть я не знаю совершенно человеком лишенным глазовера потому что самый маленький зонтик больше самый большой лепиоты то есть это крупный зонтик это крупный гриб а лепиота это очень очень маленький грибочек ну у нас там есть например ну ну самое большое ну 5 ну 7 сантиметров это уж не знаю раскрытый раскрытый а зонтик закрытый 7 сантиметров может конечно быть ну высота опять же ну такой вот он лепиоты вот самое большое ну 12 сантиметров ну самое большое а зонтик вот такущий вырастает даже когда шляпки у него ну закрытые в виде шарика и то он очень высокий поэтому трудно очень в наших краях очень трудно спутать чем я слышала как Коля называет закрытые зонтики барабанными палочками да токлый размером ведь такой вот прямо как палочками ножка там все равно высокая толстенькая высокая ну очень удивился когда вдруг выяснилось что барабанными палочками это итальянцы так называют зонтики серьезно да это их национальное название может я где-то в древности итальянцем был в прошлой жизни наверно с тех пор запомни с тех пор запомнил следующая серия неотвеченных вопросов после фильма один из лучших грибов осени рядовка штриховатая татьяна драгомирова спрашивает такой вопрос по этой трехоломы портентосу эту рядовку я знаю вместе с зеленушками у нас растет в барах во псковской и ленинградской областях хочу уточнить у нас в деревне недалеко от дома старая под заросшим молодыми осинками и березками сенокосное поле на нем две аллеи старых берез пара-тройка толстенных осин и две могучих ели так вот я каждый год в конце октября когда грибов уже нет а я все равно ищу нахожу там огромные портентосумы у них и ноги и шляпы расщепелены так что из травы вытащишь не поломав не удается подскажите почему они растут в таком нехарактерном для них месте к тому же далеко от елок примерно 20 метров почва правда там песчаная место вполне характерное да тут 20 метров от елки это нормально у елки очень длинные корни во-первых у елки большущие длинные корни во-вторых грибница может быть диаметром очень большая 40 метров у нас где то есть вот пролетовки фиолетные фиалковые вот там никак даже на видео не показать размер грибницы там метров 50 наверное диаметр грибницы вот если вот такая грибница почему бы 20 метров от елки не расти а то что старые березы елки это самые грибные вполне там могут быть рядовки евгений кашев говорит о том что в брянской области рядовки называют курки курочки зеленые гуски а вы снимаете с них кожицу у нас все снимают мы теперь не снимаем кожицу ни с чего у нас и раньше с этих рядовок и зеленушек никогда не снимали кожицу это зависит наверное от района я знаю умельцев которые соскабливают чешуйки например с ножки подосиновика но чего только люди не придумывают соскабливают например кожу с черного груздя это вот ну придумать так можно конечно ну будем говорить что это традиции это традиция которая на вкус совершенно не влияет и по традиции например у нас сыроежек тоже снимают кожу и например с масленка тоже снимают кожу мы проводили эти эксперименты специально делали те же маслята из кожи и без так с кожей даже вкуснее и второе вот сыроежки а если с них снимать кожу они же все перец рассыпаются они же очень хрупкие хоть как-то кожа держит ну средовки тоже а средовки она тоже хрупкая ну она тоже хрупкая и даже у нас традиции не было ага тогда кожу не снимать а что курочки гуски это я слышала да слышала да ну было такое у нас Елена Панарина Елена Панарина спрашивает а как вы их готовите предварительно отвариваете или не обязательно а как вкуснее рядовки серые вкусны в любом виде очень вкусные они и жареные и соленые тоже так вот соленые мы пробовали сырые соленые например сырые соленые и как принято отваренные соленые вот так вот сырые мне так лично гораздо меньше понравились меньше да гораздо меньше сырые отваренные и засоленные это уже получается горячим способом да хорошо потом не надо забывать что у рядовок ну зеленушек меньше а у рядовок серых штриховатых партинтозом штрихолома партинтозом вот там очень много сока если засолить их сырыми то они дадут столько сока больше чем сами грибы придется отчерпывать придется отчерпывать что-то с ним делать и мне вкус гораздо меньше нравится чем соленые отваренные предварительно горячим способом соленые но опять же у кого какой вкус ну вот а если жарить то без отваривания сразу ну и соответственно если варить то там варишь и ешь без предварительного какой-то обработки да можно сварить из них что нравится и последний вопрос который я хотела бы задать тоже про рядовки не раз читала про этот гриб и видео смотрела особенно ваше запомнилось мне про ножку которое расшаривается пока домой несешь и никогда их не встречала ни под каким названием не верится что в моих лесах она не растет ее лучше искать в каком лесу есть ли какие-нибудь условия для их произрастания в определенной местности я думаю что есть потому что цельхолома партинтусум она любит песчаные почвы довольно старые деревья и ну поздней осенью растет иногда во мху условия ну мне трудно судить она вот у нас тоже ведь растет далеко не во всех барах она в каких-то растет и мы точно знаем что она тут есть ну какой год вообще мало какой год очень много а вот некоторые бары а нет ее и все ну кстати то что люди ее не встречают мы несколько раз слышали от своих друзей вот здесь можно ответить так что когда растет рядовка грибники в лес уже уже не ходят да вот это очень нет совпадения по времени считается что ой ну какие сейчас грибы ну уже допустим конец сентября да какие грибы уже даже даже середина октябрь октябрь да октябрь ой да что там делать в лесу тем более что считается что да пятна или как четырнадцатый октября это леший уходит на на покой на покой на зиму скрывается в лесу делать нечего и все а ну сумасшедшие грибники которые в лес ходят они встречают эту рядовку и говорят да вот вот поэтому вполне возможно что не встречали потому что в это время не ходили в лес и не вот что еще ну вот у нас допустим места это бор с толстенными соснами редко стоящими а в подросте мелко частые елки а внизу иголка и такими островками зеленый мох вот вот очень очень любят потом есть еще одно место где опять же сосны а в подросте можжевельник да и внизу тоже иголка и островками зеленый мох вот 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 такой вот как-то есть вот очень специфическое место где сразу и вот ну или смешанный лес где еще есть старые березы еще да елки березы большие старые не только мох внизу а и черничник даже встречается даже в черничнике да да то есть год на год не приходится в чем штука ну самый главный момент какой лучше вот так вот разведывать места запоминать и когда уже точно знаешь что они здесь есть ну наведываться смотреть в момент их роста да один год может быть плох а другие годы бывает так что ого-го мы как-то собирали рядовки под снегом вот уже снег уже все казалось бы ну было столько этих серых рядов вот ну вот как вот людей пугали да людей пугали там у нас даже фильм какой-то есть пять грибов из-под снега ну вот так разгребаешь снег а там рядовки и такое да мужики то встретились а как-то я одна ходила там по лесу да и как раз снег вот начал выпадать но это уже была вторая половина октября такое идут мужики рыбаки какие-то и говорят ой что это вы тут делаете а я говорю да как что грибы собираю ну они решили что-то дальше так сторонкой побыстрее я на самом деле собирала грибы и вот эти рядовки как раз и были да это были вот именно серые рядовки ну они того стоили они очень вкусные того стоили да и даже вот они вот так под снегом замерзнут и потом снова размерзнутся и изменятся в свете и все再見 они светлеют после мороза после мороза и как-то более коричневые становятся не такие но им ничего с ними ничего не случается они такие же крепенькие еще и растут расти продолжает еще всё и продолжает да волшебство немероятно природа такая вот Так что очень вкусные грибы, если встретятся, конечно, вы берите. Вы ищите их в конце, где-то во второй половине сентября. И до снега. И до снега. Давайте прощаться. До следующих встреч. Лена, Николай. Да, мы всем говорим до свидания. Задавайте вопросы, постараемся на все вопросы ответить. Еще раз повторю, что свои вопросы вы можете писать после комментариев, после нашего фильма. Последнего. Да, последнего желательно, потому что мы как-то на последний посмотрим точнее. Обязательно, да. Обязательно и увидим ваши вопросы. Спрашивайте, будем отвечать. Ну а сегодня говорим всем до свидания. До новых встреч. 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 До новых встреч.